привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу вам сказать еще один рецепт галиной щуки не и мы будем делать you call вот нам понадобится для этого щучка и для начала и нужно правильно разделать даю к вот этом хожу как щуку и для начала срезаем ее брюхо почему возрезаем да потому что она тонкая и при засыпленных халина высохнуть и будет как бумага мы его сделаем соленая спешка просто а для этого нам нужно только спинка и вот таким образом теперь возле позвоночника очистить и надо конечно это все графичнее 2 водит тоже под ребра под позвоночник питая нож и срезаем просто его все быстро и куда позвоночники нам не нужны ощущаем здесь маленькие косточки такие на лёгко которые были их надо тоже срезать вот срезали эти косточки все лишнего брали у нас получились вот такие филюхи логичный тоже отрезаем 1 полоска циточка делаем то же самое срезаем и дюшка можно запускать и не полится вот 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 кина ничего у нас получились теперь что мы с ними дальше делаем того места где была у нас голова сделать надрезы вот волокна мясо у нее идут вот видите вот а вот пройдем у окна примерно под таким углом как они идут не прорезая шкурки метров 58 делаю надрезы пасы пилюхи сама косточки манилки мы их прорезаем никогда не повысок чем меньше вы сделаете лучше и меньше гостей он будет оставаться вот смотрите что у нас получается когда под углом когда мы и повешаем она у нас откроется и хорошо бы каждый кусочек будет хорошо провеливаться вот надрезаем все узкие шкурку не повредите аккуратно вот одна филюха готова я сделаю то же самое со всеми остальными вытягивать видео это будет не делаю это все время снова вернем брюшек открой с ними и леку целиком их мы сделаем острыми перчиком как мы делали уже видео уже есть так что можем смотреть кому никто не видел вот отрезаем такие полоски мягко получают так и 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 следующее в эту вот здесь не кипит ровно один литр воды кидаем его 6 столовых ложек крупной соли можно в принципе этот угол это не сухой пасов 6 забросим две ложки сахара сахар обязательного вода сникой нет он дает рыбе такой определенный вкус хороший так забросили дальше берем 3-4 лавровых листа можно побольше они просто остатки покрошился листа 3-4 нормально и немножко базилику он это отбивает можно сушеный свежий отбивает запах сырой рыбы и полную ложку он средний жгучести перец он не он и не паприка нового не острый варим и такой вот ароматный густой звук вот такого цвета все звук у нас для засова готов сейчас вы выключаем и даем ему остыть до полного остывания поток нельзя ложить цвет видите какой получился яркий красивый очень вкусно пахнет все ждем пока что нет потом продолжим окнула друзья ароматный вкусный тузовичок от тыл его холодно абсолютно теперь что делаем но теперь ты просто берем нашу рыбку опускаем в него полностью там по маму буркаем и это чтоб каждый кусочек чтобы она маленько открылась вот так видите вот так вот сворачиваем колечком видите на все открывает интересных открылась это делаем то же самое оставляем ее так на полчасика на час не больше классическую юкова делай просто ну там делают гораздо сильнее звук его просто макают и сразу вывешивать звук нет не такой как концентрирован на соленый поэтому на полчасика мы и оставим она напитает от стиле рыбка напитает всеми этими вкусностями ароматами перчиком приправками уже смотрите как здорово выглядит окно и все через полчаса я это все повешаю на драковина и она у меня стечет и накрыть на крючках просто вывешиваю ее на балкон вешать буду нужно чтобы она у нас когда мы подвешиваем ее на она так открывалась вот смотрите что получается пахнет очень здорово ребят ну все продолжим дня через три от моря что получится мы согнуту больше показывать особо нечего и вам показал рассказал полчаса гор будет более чем достаточно не бойтесь он там кусочки небольшие и они все хорошо право просолиться смывать мы и не будем на полчасика полежит и все я сразу я вывешиваю все но все до встречи через полу через три дня так ну вот друзья я котел по ходу думаю я должен вот это показать я подвешивалась на мне маленечко стечет смотрите что получилось такого цвета стала рыбка про запах конечно камеры не передают пахнет просто это все круто смотрите что далее какие куски и это просто обычная щука не получает настоящий деликатес и чем крупнее щучка тем конечно лучше но и меленькая тоже неплохо пойдет как вам это ну вот друзья прошло у меня четыре дня рыбка смотрите высохла вот что из нее получилось вот такая вот вкуснятина вот . каждый кусочек подсох абсолютно нету запаха рыбы рецепт я думаю подойдет тем кто не любит реально рыбу потому что она пахнет рыбой лично пахнет специями ароматными любителям специй очень даже думал попробовать попробовать вот такая штуковина получилось а вот что получилось из брюшек щучьих с перцем вот такие вот кусочки а такая вот вкуснятина из обыкновенной щуки может получиться и у вас так что советую попробовать рецепт все делается очень просто а на вкус это совсем очень необычно ну и на мой вкус вкусно попробуйте я думаю вам понравится ну все пока все что хотел вам показать кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки конечно пишите свои комментарии кому что-то непонятно без проблем отвечу всем все всем до встречи всем пока а 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